...позвольте на правах этого баланса открыть нашу встречу и предоставить слово кому угодно. Я только хотел бы чувствовать себя так, как будто это не буква Т, а как бы он был... ...позвольте, если встречи не будет, мы просто рады этой встрече и рады, что мы здесь... ...позвольте, что он не скачает, я хочу его, ну, к вами поприветствовать. ...позвольте, по-моему, я уже красиво, понятия не имею, как мы будем организовывать наши разговоры, да, выбирать кому-либо... ...группу вступить... ...и теперь давайте... ...может быть, мы сразу выделим двух ведущих... Ну, кто-то кто-то... ...позвольте... 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 ...ну, вот я бы предложил Владимира Студиновича... ...место предыдущего... ...на... 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 ...вот... 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 ...пď! ...пßerdem не то! ... ben... ...я вам скажу честно... ... мясо... ... iPhone Hed уж... ...а... ...а... ...ход... ...entre... ...anst Week... ...святерить школуenson коронавируса. ...я вот и я уже от вас ожидал бы... ... ...но ответ... ...сидxico... ...а чем мы предварительно говорили... ...я думаю что все присутствующие... Существующие знают четыре вопроса, которые предлагаются к обсуждению. Если кто не знает, значит я сейчас повторю. Первым из этих вопросов предполагается взаимопредставление по принципу «Зачем я принимаю участие в этой встрече?». Почему я решил? Зачем это? Зачем это? Это другое. Спасибо. Значит мне никогда не дадутся врать. У нас всегда есть кому поправить. Это первое. Вторым вопросом у нас предполагается взаимное информирование о ситуации в наших странах. То есть россияне еще расскажут о том, что у нас происходит. Мы расскажем о том, что у нас происходит. Это второе. И третий вопрос – это освещение, ну скажем так, образ соседской страны и нации в национальных средствах массовой информации. То есть предполагается, что наши московские друзья расскажут о том, как они видят Украину и украинцев в российских и московских медиа. А оно и аналогично, как мы видим Россию и россиян в украинских. И может быть нам еще удастся решить четвертый вопрос, который сформулирован таким образом – что можно предпринять для улучшения отношений? При этом предполагается, что отношения улучшать надо, и все собравшиеся, видимо, с этим согласны. И что конкретно можно сделать и предложить? И тут я хотел обратить внимание на два обстоятельства. Одна вещь – это выработать предложения для приложения сил участников встреч. А другое дело – это сформулировать какие-то предложения в адрес общественности, а может быть даже и в государственных органах организации. То есть я прошу уже иметь в виду, что вот тут эти аспекты надо, скажем так, отделять, чтобы мы все присвоили. Поскольку организация у нас, как видите, мало организованная, но зато я вижу преимущество этого собрания в том, что никто ни из присутствующих не отвечает за какую организацию, с одной стороны, и не связан ее обязательствами с этими организациями, с другой стороны. То есть каждый отвечает за себя, и больше не за кого. И за свои слова, естественно. Ну, собственно говоря, да. И два слова. Ну, регламент у нас остается еще не согласованным. Значит, если нет возражений против обсуждения названных четырех вопросов, давайте перейдем к вопросу о регламенте. Нет возражений? Возражений нет. Значит, тогда регламент мы ориентировались на максимальную свободу. Будем ли мы как-то ограничивать эту максимальную свободу чем-то? Совесть. А может, начнем мы походу решим? Начнем без ограничений, а потом посмотрим, да? Если потребуются ограничения, мы введем эти ограничения. Так, ну это одна сторона. И другая сторона, значит, модерирование. Ну, предполагалось, что каждая из сторон будет модератора своего, так говорится, выставлять и может быть по очереди. Вот и все. Так или нет? Тогда остается речь только один вопрос. Кто будет модерировать первым? Костя, конечно. Костя. Я почему-то не хотел модерировать, потому что я хотел сам участвовать. Если модерируешь, тогда должен молчать. Что для меня очень тяжело. Для меня очень тяжело. Но, значит, если вы позволите, я, может быть, начну забирать свое видение, понимание, а дальше я буду военно-модерировать, раз вы так решили. Значит, действительно, я хочу еще раз повторить, и у нас было некоторое опасение, когда мы задумали, когда мы получили сигнал из Киева. Надо сказать, что Александр теоретично еще в прошлом году признал эту встречу, но в прошлом году как-то у меня лично это не увлекло. Ну, то есть это, конечно, неплохо, но это не было так актуально. А после газового конфликта мне показалось вопрос совершенно необходимо, потому что не все думают так, как думает Кремль, врачи из разных граждан, разных позиций. После этого мы стали готовы, стали думать о том, как это встречу, провести организовать. И вот, может быть, единственный тезис, единственную простую мысль, я повторю и скажу еще раз, призволяя нашу встречу. Наша цель – снять надвижение, наша цель – не доказывать вам, что вы плохие, и мы бы не хотели слышать от вас, что вы плохие. Мы хотим искать какие-то решения. Мне кажется, что это в принципе можно сделать, в конце концов, все делают люди, все решают люди, может быть, мы к чему-то и призываем. Вот, поскольку вы решили, любезно, во время начать этого вопроса, то я его тогда, наверное, и начну, но просто будет проще из-за какую-то позицию я начну это делать. Почему я решил принять участие в этом следующем? Ну, я уже сказал про этот газовый конфликт, а у нас таких ситуаций в разных формах было немало. Потому что был конфликт по поводу бронзового солдата, когда просто была истерия в России. Был конфликт, когда грузин депортировали. Я сейчас не говорю о войне в Южной Осетии, у меня там другая позиция. Но задолго до войны в Южной Осетии было устроено в Москве истерии, и просто грузин там в школах попадали списки детей, у которых грузинские фамилии. Они должны были вообще покинуть нашу страну. Это и от других вещей привело к тому, что в нашей стране, в нашей огромной потенциальной, мощной и наглучей стране не осталось ни одного друга. В России такая внешняя политика, как фонда «Продуктивная», что в России не осталось союзников, не осталось друзей. А говорить о том, что Украина – наш враг, это просто как-то чудовищно. Потому что мне повезло, что ли, я в несколько раз давал интервью украинцы, с ней я сделал такой заголовок одного из интервью. У нас парламентное место для дискуссии, у нас больница вместо для лечения, а главный враг у нас Украина. То есть это мир абсурдный. К чему напряжись? Поэтому вот это… Поэтому что? Вы на третьем, после Штая и Грузии. Нет, ну сначала я… Ну, если вы встите. Поэтому… Ну, можно прямо сразу вот в эту сторону пойти. Вообще, на мой взгляд, украинская тема является одной из самых главных, может быть, самой главной внешней темы для наших СМИ. Потому что можно оплюнуть на то, что происходит, я не знаю, во Франции, в Германии, в Африке, в Австралии. А вот Украина, которая движется при всех проблемах, мы хотим от вас узнать, какие проблемы мы движемся абсолютно не в ту сторону, в которую движется Россия. Поэтому и возникает такая зашоренность, такая конденциозность нашей информации. Ну, это, правда, у нас не третий пункт, я только один пример приведу. Вот у нас очень редко на улицах рекламируют книги. Вот в последнее время в Москве и других городах, в Питере, я знаю, долго спичь, у вас тоже рекламируют американское САЛО «Книга». Я говорю, да, я видел отрывления, но не заинтересовался, я не кулинар. Да нет вы, вот то, что у русских называется «пушечное мясо», а у американцев называется американским САЛО. И в качестве сала эта книжка предлагает украинцы это для американцев как сало, то есть они будут использовать, посылать до речи, но зачем же так о своих соседях, зачем же так о близкой стране. И вот такую тональность вы найдете почти в любой нашей газете. Практически невозможно услышать такие объективные оценки и комментарии. И вот это тоже причина, потому что когда они спрашивают, а вы там прокомментируете, не знаю, во Франции, Германии и так далее, то я могу комментировать, а в Украине не могу, потому что то, что я читаю, я только понимаю, что не так, как здесь написано, не так, как написано в Украине. Как-то по-другому. Как по-другому я пока не разобрался. Поэтому хотелось бы лучше понять, что происходит. Наконец, может быть еще один вопрос, который... Ну, действительно, очевидно, вот к этому видим, что конфликт поглубляет. Потому что когда у нас говорили, что гандера плохой, украинцы плохие, потому что считают гандера хорошим, ну, это как-то будет близко, да? То есть мы уже понимаем, что украинцы плохие, потому что и не хмельницкий там, и потому что вообще и гобль не такой, как вот у нас гобль. То есть мы уже пошли в историю, исторические фигуры, исторические фигуры, мазеп уже не такой. То есть в истории мы переоцениваем ситуацию. И то, что происходит на Украине, это, конечно, можно сформулировать очень просто, попытка изменить идентичность, попытка изменить украинскую идентичность или выбрать какой-то другой маршрут. И в этой ситуации я считаю, что, наверное, никто не вправе влезать в чужой дом и говорить, что вы не так живете и не так идете. Это дело Украины. Я только могу сформулировать какое-то отношение. Я могу сказать, что смена идентичности, это процесс, во-первых, очень сложный. Если приводить какие-то аналоги, примеры, пожалуй, в Европе или почти в Европе, это Турция, это Ататюк, который бы пытался изменить турецкую идентичность, но не так просто все получилось, до сих пор в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе. С другой стороны, если признать, что здесь пытаются применять свои ценности и правила, то бессмысленно вас критиковать или хвалить, это вы решаете. Но возникает вопрос, а почему вы стали не такими, как мы, и хотите быть не такими, как мы? Смотрите не туда, куда смотрят в Кремле. И я вижу одной из главных причин в том, что Кремль проводит такую политику, на которой все разбегаются, на которой все шарахаются. И когда в России имя России это Сталин, когда у нас в учебниках Сталин, он великий менеджер, когда у нас в общественном мнении уже Сталин великий политик и так далее, я не представляю, какая соседняя нормальная страна может этому синтетизировать и не может это принимать. Поэтому происходит смена идентичности, которая в значительной степени, на мой взгляд, как бы задана тем, что это делается в Москве, тем, что делается нашими властями. И наконец, последний тест, уже я закончу сейчас. Все-таки, что я по этому поводу думаю? Мне кажется, что я вообще для России, я занимаюсь Россией. Я даже привез, я заранее могу сказать, дарю директору Максимовичу, которая прям в свою замечательную совершенно книжку «Разгаданная Россия». Разгаданная? Разгаданная. Я не люблю авторов, которые себе пишут. Я не претендую на решение вопроса. Но если я не хочу, то что я не могу, то я же тебе не могу. Я не хочу, что это проблема, это твое решение. Я не предлагаю какое-то единственное верное решение, но я предлагаю определенный проект, определенную концепцию. Так вот, суть из-за никакой этой концепции заключается в следующем. Была тысячелетняя Россия, была историческая Россия. В 17-м году, после 17-го года, произошел разрыв. Советский Союз, это не Россия. И когда Черчилль в Кулканской речи говорил на Советском Союзе, он просился «железная замерзь», на самом деле это плагиат, потому что об этом сказал Василий Розанов в 18-м году. Он сказал, что он иначе. Его формулировку написал, что над русской историей ее скрипом, скрежетом и грохотом опускается железная замерзь. То есть уже Розанов понял, что происходит разрыв во времени. Мы не в пространстве были ограничены, мы от собственных корней были оторваны. И вот Советский Союз – это не Россия, не историческая Россия. И после краха Советского Союза наша страна пытается вообще выяснить, каким же маршотом нам эти черчины, приемники и продолжатели населения. Если мы продолжаем Советский Союз, или мы пытаемся самовоследоваться с тысячелетиями Россией. Так вот для меня та Россия тысячелетиями, которая была, не было много разных проблем, сложностей и так далее. Но в целом это было здоровое, нормальное государство. Советский Союз, как это были определенные достижения, это больное, это ненормальное государство. Жить по-советски нельзя. И для того, чтобы нам искать общие точки соприкосновения, я вам предложил поискать то советская история, от чего надо отказаться, от чего и вам, и нам надо отказаться. Если вы мне дадите еще три минуты, я могу сейчас назвать эту вещь с самого начала. Хорошо, спасибо. Так вот выгляжешь в демократическом обществе. Расскажите, расскажите. Я расскажу. Я с удовольствием расскажу. Я очень болезненно реагирую, потому что, знаете, в Москве настолько все зацензурировано, что я с гордостью скажу, есть много дискуссионных клубов, но есть такие клубы в Москве, где не только не дают выступить, но теперь уже мне даже не дают вопрос задать. Так вот, значит, хороший вопрос еще был. Значит, не просто так. Вот здесь можно говорить, это уже приятно. Так вот, что же у нас общее, и что для нас, так сказать, ценно, и что можно в нашей истории найти в истории 20-го века. Вот все на Украине, да теперь уже все в России знают, что такое Белодомор. Это несколько разное отношение. И я считаю, что, конечно, это был геноцид, и здесь спорить начин. Вот. Но почему мне не так, в моем контексте Белодомор, это история трагедии, это история того, как народ уничтожали, ему ничего не осталось, как вырывать из могилы бешку и так далее, и так далее. А у нас, а вообще история СССР, это не история съезда по пятилетам, это их история, а наши истории, история сопротивления. И в нашей истории, советской, и в истории 20-го века, есть такое событие, которое недооценено, которое недорефлектировано, на котором очень стоит остановиться, обратить внимание, оно значимо не только для России, Украины, оно значимо для всех бывших соц. стран, и так далее, и так далее. Что я имею в виду? Важнейший вопрос, который наши гуманитарные науки вообще не ставят, А почему это рухнул в сталинизм? А почему началась хрущевская оттипель? Почему произошел 20-й съезд? И нам до сих пор пичкают сказки про то, что вот 20-й съезд собрался, и ненадушно осудил. У меня возникает вопрос, а до этого почему тоже ненадушно? Ненадушно одобряли. Как так мы ходим? Что раз в один день собрались, и сразу осудили. Это как-то очень странно. Почему Хрущев поменял свою позицию? Он отказался от своего великого учителя Сталина, с которым он много десятилетий работал вместе. Здесь, рассуждая логически, возможно три варианта. Либо Хрущева, ну так бывает иногда, совесть замочил, он вот увидел, что натворил, ему стало стыдно, но отказался. Если его замочила совесть, о чем тогда войска генгрирую бродить? 50-х, что он бродил? Он танцами давил имперскую демократию. Если его замочила совесть, почему он бродил в гамокке и Польше, что он сделает то же самое в Польше? Нет, не это. Другой вариант. Почему поменялась политика страны в 1953-м году? Второй вариант. Потому что было оказано мощное сильное давление, и в Кремле прогнулись. Мощного внешнего сильного давления изменения никакого не было. СССР только что-то в виде его войны. Какое там давление? По Франции чуть коммунисты пластины пришли. Тогда третье ряду нет. Логически возможен только третий мотив. Когда внутри было оказано такое давление на власть, что власть прогнулась и сломалась. Так вот именно третий вариант имел место. Дело в том, что в сталинских лагерях в 1953-м, в мае 1953-го года, в Норильске, произошло мощное восстание, которым руководил Игорь Семенович Киевцак. Бывший ООНовец, который их там в Сулея не уничтожали, потом отправил в лагеря. В лагерях – это ребята, которые прошли военную выучку, которые были крепкие, молодые, которые знали друг друга, и они устроили эти восстания. И дальше в Иркуте поднялось восстание, которым руководил Игорь Михайлович Добраштан. Восстание, которое подняли власовцы бывшие. И это восстание не имело вообще особое значение, потому что на нем до сих пор нет четкой информации. Там в разных источниках разные цифры. Я слушал Добраштана, я просто с ним общался, он, кстати, в Днепропетровске, ждал даже по сих пор дня. И вот Добраштан рассказывал, 100 тысяч заключенных, там разные лагеря поднялись, это август 1953 года, пошли на Воркуту, все партийно-государственное начальство, руководство было из Воркуты вывезено, сначала бросили танки, которые застряли в тунгле и не смогли их накрыть. Тогда бросили авиацию против этих повстанцев, их разбомбили, их уничтожили, хотя, как говорил Добраштан, часть штаба возили на переговоры в Москву в Кремль, потому что Хрущев просто наложил извините на штаны, он видел, что власть уходит из рук, уползает, еще немного и дойдет не то, что до Воркуты, а до Кремля дойдет, до Москвы дойдет. Вот после этих восстаний началась совершенно новая политика наших властей. После этого началась массовая жилищная строительство, пятиэтажки. А почему? А потому что прежние дома были вообще перенаселены, а тут еще миллионы вышли из лагерей. После этого началось освоение целины, это фактически косвенная форма репрессий, потому что зачем осваивать целину, почти непригодную для сельского хозяйства, когда есть черноземья, когда есть даже субтропики, говорят, нет, два миллиона молодых ребят, я могу долго обжимать, я изучал архивы, там все планы не выполнялись по целене, по технике, по снабжению, кроме набора людей. Вот людей из каждого сентября всегда с избытком. Их бросали, они когда-либо со стороны самые активные, молодые, эргетичные, это просто на репрессии. Их кинули туда, и там они три семьи в одной землянке, без воды, без, вообще, без света. Я читал эти писем. Вот второй шаг, и так далее, и так далее. Кроме того, стала меняться внешняя политика, то есть опора на тиранию, на диктатуру, она себя исчерпала. В 1947 году был подписан в Финляндии договор о базе на полуострове на 50 лет, а через 7 лет, в 1955 году, этот договор расторгается. И по нашей инициативе, и наши войска выводят из Финляндии, в 1955 году Австрия становится не в районе, все заканчивается. Что я хочу сказать, что в нашей истории есть такое общее, важное для нас значенное событие, которое недооценно. Я был на ряде встреч, на встрече, там было еще кингерское восстание, кингерцы долго рассказывали о том, что было, но при этом они как бы не хватает рефлекции, они не поняли, что они просто подняли бунт, они сломали ребят тоталитарной системы. Вот этот вывод нужно сделать, и тогда мы по-другому поймем истории, многое в нашем недавнем и не очень близком прошлом, нам нужны не ленинские комнаты, которые когда-то были, а комната история сопротивления в нашей стране. Она была в Украине, она была в России, она была всюду, и музей оккупации мне это кажется довольно странным, честно говоря, с точки зрения человека, которые живут в России, в Москве, в Грузии, в Киеве. Лучше сделать музей сопротивления, противодействия, пусть они поспорят. Вот это удалось информационно, она правильно проиграла, споря было домой. Потому что если вы придете в обычную московскую семью, он скажет, ну украинцы, они говорят, что русские устроили геноцид. Нельзя проигрывать, нужно поднять новое знание, знание победы, а не мучения, поражения. Это у нас будет сближать, и это нам будет очень значимо. Я последнее, что я скажу, сейчас я с ним заканчиваю. Значит, так получилось, что не удалось договориться, и в ближайшие недели в московском комсомольце должна выйти большая статья на эту тему. Редактор московского комсомольца оценил значимость этого сюжета, и они готовят большую публикацию. Если это, есть много разных событий, но они, может быть важнее, чем это, но они куда-то уходят, они мало кто знает. Вот если это не просто друг друга высказать, если это сделать фактом общественного мнения, общественного сознания, вспомнить, понять, оценить, что происходило, это будет значимо. Я как модерер украинской стороны из статуса украины Крошадьевского и Марина Петровича первый украинский посол, вообще-то один украинский посол. В принципе, первое дипломатическое назначение, это меня назначили представителем в соседнюю страну, вы название прекрасно знаете, в России, и в принципе, я первый украинский посол. Вы знаете, что меня удивило в том, что говорил господин Чубайс? Меня удивило в том, что он мне почему-то показывает советскую, я имею в виду Советского Союза, это как некоторая бифрукация в российской истории. То есть, все до этого было прекрасно, все шло так, как надо, все нормально, но развитие было абсолютно нормально, и вдруг вот такая неожиданная бифрукация. Вообще, эта бифрукация вовсе не неожиданная, она вообще является следствием того, что было до этого. То есть, и ужасающее поражение в японской войне, следующее, страшное, я считаю, поражение то, что происходило в первой мировой войне со стороны России, это тоже было поражение. И в 17-м году, для того, чтобы спасать положение, главнокомандующий Владимир Георгиевич Корниев обратился к двум командующим корпусами, господину Скоропадскому и генералу Черненко, с тем, чтобы они организовали украинские корпуса, потому что он думал, что украинцы, как в силу своей идентичности, они являются более приспосабливыми, более, ну, в общем, они лучше входят в такие вещи, в связи, он решил, что это, что благодаря образованию украинских корпусов, удастся создать, удержать позиции на фронте 17-й уровня. Поэтому для меня немножко утрительно, то, что вы представили, Матвейный так понял, представление, это как бифуркация, нет, это, по-моему, вполне логично продолжение, потому что оно такое, что мы не имеем никаких претензий к русскому раргону, и то, что некоторые у нас излишне, болезненно относятся к этому, это неправильно. Он говорит, что как у бандитов есть аргон, жаргон, так эта банда в качестве жаргона избрала русский язык. Как у бандитов есть малина, так вот эта банда избрала в качестве малины Москву. Но это не вина русского народа. Он не считал, мы не считаем, что это вина русского народа в том, что так сложилось. Хотя, что-то в этом есть. Поэтому, я все-таки хотел бы, чтобы мы действительно абсолютно правами, как говорили Борин Чубайс, чтобы мы все-таки подумали, в первую очередь, не то, что нас разъединяет, а то, что нас соединяет. И что можно сделать для того, чтобы вот это вообще довольно кошмарное то, что сейчас делается в отношениях между нами, как-то затормозить хотя я прекрасно помню те времена, когда мне звонит господин Вяхерев и говорит, приедьте ко мне, мы думаем вам перекрыть заслонку. Я говорю, я же знаю, что технически это вообще очень сложно. И то, что вы говорили, ну вот приедьте, давайте поговорим. Что убило? Убило то, что в это время президент Кравчук и исполняющий газеты премьера господин Звягильский вдвоем полетели в Вашингтон и господин Вяхерев, ну большой дипломат, он мне говорит, ну почему можно было вдвоем лететь? Я говорю, как это сказывается на газовом вопросе? Понимаете, то есть тут приходящего очень много в наших отношениях между нами и вами. Но вместе с тем есть то, что Украина действительно хочет набрать идентичность. Вот сидит господин Гарайн, который в принципе привел меня в политику. Он пришел когда-то ко мне в нашу организацию и сказал, есть у Вас люди, которых интересуют? Это был 88-й год, и я для себя украинец, который почти все время вне своего дома разговаривал вот на том языке, на котором я сейчас говорю. И для меня это было очень важно, для вас может быть это не так, но для меня было так важно, может быть наконец-то я в своей стране смогу говорить и окружающие не будут это воспринимать как какую-то ненормальность будут говорить на своем родном языке. Вы знаете, для нас даже это существенно. Для вас эти вещи может быть не так важны, а для нас это очень существенно. И очень существенно. И не воспринимайте, когда мы говорим о Родоморе, мы абсолютно не обвиняем в этом русский народ. Да, 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 конечно. Давайте все-таки будем думать вот о том, что... Ну, я сейчас закончу. Давайте все-таки так делать, чтобы... Я заканчиваю быстрее на него, чем на Соборчу Бас, просто в силу того, что знаю я, я по специальности... Ну, специалист есть такая строительная механика, вот я специалист в этом. Так вот, я не имею такой массы знаний, которую имеют господин Чубайс, и поэтому огорошить вас теми, но я не могу, поэтому я заканчиваю намного быстрее. Но тем не менее, я бы хотел, чтобы мы не увлекались в экскурсы, даже в частности о тенгельском восстании, хотя, наверное, единственными из вас в 56-м году я видел вот только что, 3-4 месяца до этого расформированный Бур-Лаг, это бурятский лагерь, бурят-монгольский лагерь, то есть, чего, наверное, никто из вас не видел, а вот я это видел вживую, я его указывал вчера, там еще все дышало. Поэтому давайте не будем вдаваться в эти экскурсы, а давайте все-таки ближе займемся тем, что может сподвигнуть наши державы, наши страны, наши руководители, что мы можем сделать для этого, потому что они очень много делают для того, чтобы рассорить нашу народу, и я в этом обвиняю и наши руководители. Только единственное, что я вас прошу, не у вас какая-то эйфория была в 2004-м году, но она и сейчас не пользовалась. Когда вы приезжаете в Киев, вы приходите в какой-то неописуемый восторг от того, как много у нас дают говорить, делать при этом совсем другое, но говорить дают, так по-русски, я не знаю, доскочу, ну то есть не обращайтесь, не обращайтесь, очень не обращайтесь. И руководить олигархами мы научились намного раньше вас. Господин Кучма у нас великолепно руководил олигархами намного раньше Владимира Владимировича Путина. У него это получалось прекрасно. То есть нужно делиться опытом. Ну и единственное делиться опытом, это не делать дорожки. Поэтому общение должно быть вполне произвольным, но единственное, что не перебирайте до лишнего времени, мы по праву первой ночи с Гуденом Чубайсом этим воспользовались, но я думаю, что остальные будут более аккуратно в отношении с обращением с обращением. Хорошо. Господин комиссаренко, академик, оперативный подъем. Давайте послушаем. Дайте славу комиссарену, потому что ему просто уходить надо. Подожди, вы выбираете риту украинской стороне. Ну все, вы видите, когда я объявляю. Я прошу прощения, что вторгаюсь в дискуссии, но я прошу действительно слова, почему после этого должен уходить. Я академик, секретарь национальной академии наук, отвечающий за медико-предводитель исследований. У нас сейчас готовится выбор в академию, с ним выбирали сюрпризи. Комиссаренко Сергей Васильевич, снова повторяю, что я вообще биолог или молекулярный биолог, но два года я был вице-премьер-министром Украины по гуманитарным вопросам в 1992-1992 году, а потом шесть лет послом Украины в Великобритании в 1992-1992 году. И я хочу только лишь сказать, что, во-первых, я хочу поблагодарить за то, что меня приносили и хочу очень поблагодарить вас за то, что вы приехали, потому что это, по-видимому, тренерально сегодня повторят, но наша встреча может быть очень и очень важной для наших народов. И я скажу только лишь одно, что на самом деле мы не должны превращать нашу встречу в конференции историков, хотя то, что я услышал от Игоря Ворисовича, для меня было очень важно, и я здесь знаю многое за дегитатами, это правда, это очень интересно. Но, снова, мы не должны превращать нашу встречу в конференцию историков, тем более, что многие из них таковыми не являются. и как стержень того, значит, я сейчас очень часто, я очень не слушаю российское радио, не телевидение, просто не было времени, но сейчас я очень внимательно это слушаю, и один маленький штрих, я выслушал только лишь выступление, только-только выслушал выступление нашего президента о Голодоморе, и послушал комментарии российского телевидения на эту тему. в послании президента не было ни одного слова о том, что это спровоцировано или сделано российской или россиянкой. Практически все средства массовой информации России передали так, что президент упрекал Россию или россиян. И это очень характерно, что-то, да? Все остальное можно распространить, то есть нам нужно придумать, я думаю, какие-то рычаги все-таки, воздействия, мы можем их найти на нашу даже самую высокую власть, что это вредит не только отношения между нашими странами, что это вредит международному имиджу обеих стран, и прежде всего в том числе России. И это потом вредит ее экономике, ее положению. И поэтому, извините, я должен на этом закончить. И еще раз поговорить о том, что мы все делали. Вы знаете, я себя чувствую, как припетухший к ним шипиров. когда вы тут находились... Кстати, ты меня первый подозначил, поскольку ты меня изменили. вы слышали меня внимательно, я сказал, первое дипломатическое назначение было, мое назначение, я был представлен, направлен, но я в серьезном для них памятник верюся к господине Комиссариеву. Если можно, я все-таки сяду напротив господина Чубайского. Думаю, что все уже увидели, что безбрежная демократия ведет нас, так говорится, в никуда. То есть каждый кто в дым, кто под роман. Хорошо, что давайте... Я хочу напомнить, что первый вопрос, который все здесь одобрены, заключается в том, что каждый из нас, желающий, расскажет, зачем он берет участие, принимает участие в этой встрече. Федор, который рвется в бой, он тоже был первый заместитель, первый министр иностранных группы. Вот они первые собрали. Да, ну, значит, есть два основания приезда сюда. Федор Шабов есть два основания моего приезда сюда, одно личное, другое публичное. Личное заключается в том, что в апреле месяце девчушки уж больно хороши в Киеве, да? Так и смысл. Ну, это шутка. А если говорить о публичной, шутка, что это я приехал для этого. Все остальное шутка. Я тебе, Шилдорович, умоляю. Я вас умоляю. Значит, а публичное основание, конечно, заключается в том, что мне хотелось выполнять, вот если есть гражданское общество, хоть в каком-то виде, в обеих странах, это гражданское общество должно себя каким-то образом начать наконец привык, да, потому что можно сколько угодно там взывать к разуму, к правильности наше руководство, но вообще на самом деле в странах, которые имеют несколько больше демократический опыт, чем Россия и Украина, принято все-таки таким образом, что гражданское общество сначала стабилирует такую повестку дня, а потом либо навязывает ее достаточно жестко в режиме власти, если власть не хочет с ней считаться, либо в диалоге с этой властью вырабатывает некий общий план есть. И вот мне казалось бы, что если у нас получится сегодня сложить какой-то зачаточный элемент вот этой гражданской инициативы в двустороннем формате, то это было бы с моей точки зрения хорошим началом. И возможно можно было бы даже назвать удачей на сегодняшний момент, потому что пока никакого гражданского диалога между нашими странами на уровне гражданского общества формализованного хоть какого-то, но постоянного, потому что хотелось бы, чтобы это была какая-то более-менее постоянная инициатива, чтобы она имела продолжение, но вот и не было. И в этом смысле я поддерживаю Владимира и Сергея и Сергея в том, при этом сам будущий историк, я призываю не углубляться в историю, даже в недавнюю историю, вот даже там, не знаю, на 50, там, или сколько лет, потому что нам нужно на самом деле сосредоточиться на проблемах, которые все равно. Да, у них есть год, да, там у каждого руководства одной и другой страны есть своя параной, которая имеет в том числе какие-то исторические основания на основе того или иного, той или иной интерпретации взаимоотношений, не знаю, когда угодно, но мы должны сосредоточиться на том, что происходит сейчас с нами и вот как вот это расшить, как вот эти вот сложные моменты растащить. Конечно, когда это касается каких-то исторических моментов, может быть, совсем, невозможно будет совсем избежать, да, какие-то вот темы были названы, но вообще, в принципе, вот не обсуждать это. Вот, и засил свое первое выступление хотел бы закончить. Если мне надо дальнейшие какие-то рефлики, я готов буду. Хорошо, спасибо, хотя у меня вопрос, а как можно обсуждать это? Старай, чем вообще не будет влезть на мою историю?